4100 ниток, столько швызельчиков на их и месяц працы двёх майстрых. У Гродня заправили уникальный ткацкий станок, призначенный для выработки габелленов. Гэтые кроссные основывали только один раз, в 1981-м. И вот працы 43 годы, и они отримали новое житё. Вольга Брысевич про ткацкий станок для масштабных работ и майстра, який створяет на им соправдные шедевры. Майстер подкацтвия Лена Шунейка особо при нём и невядомая. Яна – человек года Гроденщины, лаурат областной прэмии Мядубко и специальной прэмии президента Деячим культуры и мастатства. Усё своё житё присвятила народному рамяству. Славою принесли габеллены, які она створает на уникальном не только для Беларуси станку. По-перше, гэтые кроссны вертыкальны. По-другое, их помер дозволяет кать масштабные работы. Ширина станка позволяет выткать габеллен шириной 2,5 метра. Высота неограничена, она ограничивается только длиной заправки. Тут, в принципе, если Елена Феликсовна задумает, такой огромный габеллен на 16,5 метров, то мы можем выткать именно такого размера габеллен. 2,5 на 16,5. Гэтые вертыкальные кроссны выраблены по технологии батьки Алены Феликсовны в 81-м годе. Он же тогда у першиню их основал разом с приеманскими ткачихами. Ниток хапила на 43 годы працы. Сё лето станок, можно сказать, отримал новое житё. На его заправку пошло 46,5 км ниток. Процесс заправки ткацкого станка складаны. Алена Шунейка и майстер подкацтв Яугения Станина працавали над его основой на протягу месяца. Справа гэта карпатливая. Спешка тут зусим не на корысть. Можно сапсовать основу, что пасля добьется на якости габеллена. Нитка на бобине, она имеет большой метраж. И её надо поделить на количество ниток, которое должно быть в основе габеллена. А их здесь 4100 этих ниточек. И надо отмерить ровную длину каждой из них. Здесь у нас получилось сновать в три косы. Коса собирается, то есть длина вот этой нитки, этой косы была 16,5 метров. Потом задача заправщика станка – накрутить подготовленные в косы нитки, размотанные на длину, на вал. Пристосовать технику однобакового перебору, что выкористовують при створении постелок, подмасштабные работы. С этой метой Феликс Шунейко и распрацавал вертыкальный окрос на великого померу. И он продугледил такую особливость габелленов, як сюжетность с множеством розных деталей, яке необходимо передать нитками. Допустим, портрет нужно выткать, выражение глаз, каждую ресничку, тонкие нюансные переходы, цветовые ниток. Это, в принципе, стало возможно при изготовлении такого станка. Вот механизм этого станка делит не просто нитки, начётные и нечётные для создания полотняного переплетения, но здесь есть одна из ремизок, которая обеспечивает прижимную ниточку для рисунка. То есть получается такая структура у ткани, у габеллена, когда с обратной стороны идёт полотняное переплетение основы этой всей ткани, а сверху как бы накладывается шерстяная нитка, которая рисует вот этот вот рисунок, эту картину на холсте. Задуму Феликса Шунейки уже больше за 40 годов реализуя его дачка. За этот час Алена Феликсона выткала свыше 40 габелленов. Сиротых архитектурные помники и сюжеты, примеркованные до важных дат у истории нашей краины. Например, 75-ти годы Великой Перамоги и 80-ти годы Гродинской области. Створение, какой работы, почти в ближайший час, майстер Пакуль не огучивает, держит идею сокрети. Кросныш отзначает, хоть сегодня готовы до працы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok